Минувшее выходное состоялся уже традиционный 24-й подсчёту, подсчёту выжный марафон или фестиваль выжного спорта, как он называется, уже 13 лет, посвящённый памяти нашего земляка, героя Андрея Ивановича Коробицына. Это одно из самых старейших выжных соревнований на территории Вологодской области. Традиционно он проходит в Сямже. Он, в общем-то, среди любителей выжного спорта и носит уже такое традиционное название «Сямжинские гонки», «Сямжинский марафон». Соревнования, которые привлекают не только любители выжных и профессионально тех, кто занимается выжным спортом из нашей области, но к нам приезжают с удовольствием из Архангельска, Ярославля, Москвы. И ежегодно он собирает около полутыщи участников. Для, в общем-то, наверное, районного центра достаточно серьёзный уровень. Надо сказать, что соревнования проводятся при очень давнем, длительном и успешном сотрудничестве с Вологодским землячеством Санкт-Петербурга, которые выступают и благотворителями, и соорганизаторами, ну и, можно сказать, что является одной из движущих сил этого спортивного праздника. То, что сегодня на территории Вологодской области во многих районных центрах проводятся в зимнее время соревнования по выжным гонкам, по биатлону, значит, это говорит о том, что сегодня действительно выжный спорт популярен. Популярен и для профессиональных спортсменов, популярен и для любителей. И на самом деле он представляет из себя праздник. Каждый год открываются новые имена, появляются новые маленькие, пусть ещё до звёздочки уже среди выжников. И традиционно мы по итогам сезона, подводя итоги, награждаем. И среди них, как правило, всегда бывают те, кто действительно проходил и начинал свой путь в выжжный спорт с Сямжинского марафона. Поэтому это наш традиционно очень успешный праздник. И я приглашаю всех, кто ещё не бывал на выжжном марафоне на Сямжинском, уже принять участие в нём в следующем году. Здесь выступает больше 400 человек. Раньше выступали более взрослые дети, сейчас выступают, в том числе, и маленькие дети. Чтобы это прививалось, именно маленькие дети с маленького возраста прививались к порту. Чтобы они не бродили по разным злачным местам, чтобы не пили пиво, не употребляли какие-то спирты, напитки. А именно спорт – это здоровье. Потому что не все достигают больших высот. В основном, как и я, так и большинство наших земляков, которые проживают в Санкт-Петербурге, мы начинали все, слышали, в школу бегали, потом участвовали в соревнованиях. Поэтому важная составляющая – сохранить именно тот спорт, который… Не надо строить фоки, не надо строить какие-то большие спортивные площадки. Есть лыжи, есть поле, есть снег. Можно выходить заниматься спортом. Поэтому Санкт-Петербург – это великое, ну как вам сказать, хорошее занятие. То, что дает, прививает людям, нашим детям, любовь к спорту. И их здоровье это зависит. Поэтому я сюда приезжаю, уже третий год участвую, как непосредственно руководитель Вологодского землячества в этом направлении. Поэтому я думаю, что и будем поддерживать этот спорт, и поддерживать финансово, чтобы мы могли сюда приезжать и дальше. И дарить детям наши подарки, вот, и наслаждаться нашими детьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова